Всем привет! В личку пришел вопрос от зрителя. Прокомментировать новость. Честно говоря, я и сам эту новость заметил, но боюсь, что комментарий получится довольно коротким. Итак, Миноборнауки предлагает начислять абитуриенткам с детьми дополнительные баллы при поступлении. Ребенок будет считаться «индивидуальным достижением». Дает преимущество при поступлении в ВУЗы. Женщины до 23 лет, у которых есть ребенок, смогут получить дополнительные баллы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на законопроект Министерства. Сейчас к личным достижениям абитуриенты относятся статус чемпиона и призера Олимпийских игр, школьный аттестат с отличием, диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, а также победы на конкурсах, олимпиадах, наличие золотого знака ВТО. Небольшое расследование с помощью Яндекса показывает, что изменения вносятся простым приказом, то есть никто это нигде широко обсуждать не будет. То есть будет поправка в приказ 1147 от 14 октября 2015 года. Пункт 44 дополняется под пунктом 7 соответствующего содержания. В том месте на сайте правительства, где раздел обозначен как типа обсуждения, на самом деле никакого обсуждения нет, там можно только написать какое-то послание от себя с предложениями. Что пишут другие люди, не видно. Видно только, что счетчик тикает, какое-то время на это отведено. Хотите, можете что-нибудь написать творческое. Только цензурно, пожалуйста. Вот, а поиск самого поручения правительства Российской Федерации от 10 июля 2017 года, номер ОГП 8 4440, дает интересный результат. 10 июля есть только два поручения. Одно касается жилищной политики и рынка жилья, а второе – вопросы производительности труда и поддержки занятости. И ничего похожего про Миноборнауки здесь нет. Понимайте это как хотите. Черная дыра. Пойди проверь, что там на самом деле было, что не было ОГП 8 4440. Да и какая разница по большому счету. А комментировать, что тут можно прокомментировать? Может простебаться? Например, индивидуальным это достижение могло бы быть только в том случае, если бы девушка произвела на свет ребенка в тех же условиях, в каких сдают экзамен ЕГЭ, то есть в изолированной комнате, лишенной посторонней помощи. А так, в остальных случаях, почему-то мне кажется, что ее достижение не было совсем уж индивидуальным. Если, конечно, не учитывать известный библейский пример, но и там не обошлось без внешнего вмешательства. Так, конечно, если логически подумать, если девушка в браке, то как бы это уже совсем даже не индивидуальное достижение. И второму человеку вообще-то тоже не мешало бы как-то подсобить это вполне себе достижение. До 23 лет это рисковый парень по нынешним временам. А если она не в браке, то это не индивидуальное достижение, а индивидуальный провал во всех смыслах и даже с точки зрения общества. Потому что девушка сделала вклад во все негативные последствия, которые влекут за собой дети, выросшие без отца. Статистику все знаете, кому интересно, чем это чревато. Почему именно до 23 лет это достижение? Типа успела не стать старородящей? Ну какая разница, по большому счету? Где логика, а где Миноборнауки? Давайте я вам лучше одну известную сказку зачитаю. Кусочек. Глава 19. Все равны перед законным и судом. Государство гарантирует равенство прав и свободы человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождение имущественного и должностного положения мест жительства, отношения к религии, убеждения и принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расы, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Миноборнауки. У вас там грамотно есть? Читать кто-нибудь умеет? Какие слова из этого абзаца вам непонятны? Может она просто таблетку выпить забыла, а вы ее сразу приравниваете к олимпийскому чемпиону. Вот все у них так. Ладно, всем пока.